Я приветствую всех! С вами вновь юридическое бюро Попова и Осиповой и меня зовут Людмила Попова. Это видео я записываю в рамках нашего обучающего курса «Сам себе антиколлектор». Мы не против кредитов, мы против нарушения прав заемщиков. Если вы хотите получать от нас бесплатные советы, подписывайтесь на наши видео и записывайтесь на бесплатный вебинар «Права заемщиков и как их отстаивать». А в этом видео я хотела поговорить о коллекторах. Кто такие коллекторы? Как с ними работать? Чего бояться или не бояться? Коллекторские агентства – это бизнес-структуры, которые занимаются востребованием долгов. И в последнее время кредитные учреждения, банки, микрофинансовые организации все чаще прибегают к услугам коллекторов. Есть два вида договоров, по которым работают с коллекторами. Первый вид договора – это агентский договор. Второй вид договора – это договор цессии или право переуступки долга. Чем они отличаются друг от друга? Договор агентский – это договор, по которому коллекторы выступают посредниками. И вы всегда узнаете, что это агентский договор, по реквизитам, куда вам предлагают коллекторы заплатить. Если это реквизиты банка, то значит до сих пор кредитором выступает ваш банк, а коллекторы участвуют здесь только как посредники. И в этом случае коллекторы для вас никакой роли не играют, никакого значения. Вы можете вправе сказать, что я брал деньги у банка, и поэтому я буду разговаривать только с банком. Посредники мне не нужны. Второй вид договора – это договор цессии. И в этом случае уже считается, что все права переходят к новому кредитору, в данном случае коллекторам. Банк имеет право продать коллекторам ваш долг, если в вашем кредитном договоре есть такой пункт. Можете сейчас перечитать свой кредитный договор и найти этот пункт. Если есть такой, значит это действие законно. И могу сказать, что судебная практика на сегодняшний день такова, что действительно суды признают законным такое право банка – продать ваш долг. Поэтому, что здесь делать? Наши рекомендации. Во-первых, вас должны обязательно уведомить о том, что ваш долг продан новому кредитору. И новый кредитор вам как минимум должен прислать заказное письмо с копией договора цессии, договора покупки вашего долга. Вы приходите на почту, расписываетесь за такой письмой, и этим самым вы подтверждаете, что вы ознакомлены с этим. В этом случае вы идете в банк и просите справку у банка о том, что вы теперь банку ничего не должны. Это важно. Как же быть с новым кредитором? Новый кредитор с покупкой вашего долга перенимает все права, востребования у вас вашего долга. И самого тела кредита, и всех начисленных пений, штрафов и так далее. Но новый кредитор уже не имеет права ничего начислять сверх этой суммы. Это раз. Во-вторых, здесь есть хороший плюс, потому что с коллекторским агентством можно договариваться о выкупе вашего кредита за более меньшую цену. Коллекторы покупают ваш долг не за полную сумму вашего долга, покупают за очень небольшой процент. И поэтому, чтобы и коллекторам, допустим, возместить какие-то его затраты на покупку вашего долга, и вам тоже очень выгодно предложить какую-то цену приемлемую для той и другой стороны и выкупить свой долг. В этом есть хороший плюс. Но если у вас все равно нет денег выкупать ваш долг, он очень огромен, и даже если договариваться с коллекторами о какой-то цене, она тоже будет для вас неприемлема, или коллекторы не идут на какие-то уступки, то исход событий все равно тот же. Законный исход событий – это суд. В этом случае вы точно так же новому кредитору говорите «Я готов платить, но только через суд». Вот о чем я сегодня хотела поговорить. Если вы хотите узнать более подробно, потому что здесь есть еще много разных нюансов, о которых в коротком видео не рассказать, записывайтесь на наш бесплатный вебинар, мы подробнее разберем там. До новых встреч, а в следующем видео мы поговорим о уголовных статьях, которыми пугают банковские специалисты и коллекторы. До следующих встреч.